Инспекционные обходы представителей FIFA и аркомитета «Россия-2018» начались 16 октября. Делегация уже осмотрела спортивные объекты Санкт-Петербурга и Казани и дала им высокие оценки по подготовке. Сочинский фиш ничем не отличается по созданной инфраструктуре. Сейчас здесь ведется демонтаж оборудования, которые использовались во время церемонии открытия и закрытия Олимпийских игр. Задействованность стадиона в соревнованиях такого уровня сам дух прошедших игр уже отличает нашу арену от других. И сейчас специалистам различных управлений, протокольных, технологических и аккредитационных фишн интересен в неком плане своего перерождения. Этот стадион уникальный. Он не похож на арены в Казани и Санкт-Петербурге. Но мы не сравниваем стадионы друг с другом. На самом деле мы сравниваем стадион с самим собой в различные этапы наших инспекционных поездок. Мы еще раз приедем сюда в 2015 году и будем вновь смотреть, какой достигнет прогресс по подготовке к чемпионатам. Основная цель визита делегации – оценить распределение пространства на стадионе, зон вокруг арены и прилегающей территории для обеспечения комфортного пребывания участников Кубка Конфедерации и чемпионата. Сам проект «Фишта» будет готов к концу года. Сегодня Сочи достаточно имеет высокую инфраструктуру, которая сегодня и в будущем будет использована полностью для проведения чемпионата мира по футболу и Кубка Конфедерации. Мы с радостью принимаем коллег для того, чтобы конструктивно, компетентно отработать все направления, которые будут необходимы нам учесть в работе. Мы подготовили сегодня с Краснодарским краем проект программы, в ней существует дополнение в существующую программу, где предусмотрели все возможные и необходимые ресурсы, которые позволят нам обеспечить чемпионат мира на высшем уровне. А считаю, что у нас это получится. Сразу после Сочи представители FIFA и Оргкомитета отправились в Москву. Всего до 23 октября делегацией будет осмотрено 12 стадионов. Некоторые из них сейчас находятся в режиме проектирования, поэтому осмотр будет проводиться и в виртуальном режиме.